На Бору начат сбор подписей за пожизненное заключение убийцы 9-летней девочки. Напомню, Павел Сурков в сентябре задушил 9-летнюю Леру Пазухину. Сурков был знаком с ее матерью, но она отказалась с ним жить, и он таким образом решил отомстить. Встретил девочку после школы, заманил в укромное место и убил. Позже выяснилось, что до этого он убил еще одну женщину, тоже на Бору, он у нее был в гостях. Сейчас Павел Сурков в следственном изоляторе ожидает суда, а жители Бора намерены добиваться самого строгого наказания. Мы, ниже подписавшихся, поддерживаем обращение по вынесению приговора в виде пожизненного заключения для убийцы Леры Пазухиной и Снежана Фоменко в городе Бор. Тем более, убить не один человек, а двое. Этим людям уже бесполезно на свободе быть. Такие уроды живут, он, значит, будет жить, а ребенок и женщина, кто такой, собственно, какое право у него лишать их жизни. Не он эту жизнь давал, и не ему лишать. Я думаю, что таких людей вообще самое жестокое должно быть наказание. Очень страшно. Я говорю, у меня самой двое детей. То есть до слез вообще все это восприняла. Мораторий у нас перед рукой сменен, но они по УДО раз и вышли, и опять то же самое начинают. Этих людей уже не остановишь просто так. Они сами не остановятся, они не могут остановиться. Поэтому их нужно как-то по-другому останавливать. Конечно, мы не можем к этому радушно относиться. Но это страшно. Все. От пожилых до молодых все подписываются. Без привлечения внимания, без привлечения СМИ, без создания резонанса какой-либо трагедии, да, существует вероятность того, что преступник несет несоизмеримое, несоизмерное наказание. И то есть может, грубо говоря, уйти от ответственности. Он безостановочно привлекался и привлекался. Его сажали, его выпускали, сажали, выпускали. То есть он уже более 10 лет. И все-таки, видите, человек это не исправило. То есть человек не понимает, человек не осознает, не исправляется. И нам как бы страшно, чтобы такие люди жили среди нас, ходили среди нас. У нас нервной казни нет, у нас высшее нервное наказание, то есть это пожизненное. А что ему дать? 10-15 лет, чтобы он потом приходил и дальше продолжал детей маленьких убивать. Пожизненное, однозначно. Кстати, на данный момент собрано уже около 4 тысяч подписей. Они будут переданы в прокуратуру и суд.